Сегодня в День Учителя, я полагаю, уместным немножко погрузиться в детство и вспомнить себя. Я вот в детстве любил врать. Врал я по поводу школьных отметок. Причем врал я достаточно незамысловато, не особенно-то и врал, не договаривал. К примеру, по труду пятерка, по истории четверка, а по алгебре два. Про это я молчал. Но дело копилось, дело копилось, и к концу учебного года я получал, как правило, хороших звездюлей. Совершенно заслуженно. И как комом эти звездюли сыпались на меня. Заслуженно, что поделать. Потом родители сожалели, гладили меня, говорили, ну не ври ты больше, будем решать проблему по мере их поступления и все такое прочее. Но врал я до конца школы. Как-то вот не задалось. Дорогие друзья, в этом выпуске я поделюсь с вами некоторыми конспирологическими и не очень конспирологическими теориями в антропологии человека современного и в ступенях антропологии. А также расскажу о призыве Егора Титова, бывшего полузащитника, легендарного полузащитника Спартака, который призвал футболистов бежать из российской премьер-лиги и призвал уезжать их в европейские клубы или куда угодно, куда позовут. Печальная история. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и поддержите мою деятельность. Описание подскажет, как это сделать. Там же в описании ссылки на два телеграм-канала и второй ютуб-канал. Подпишитесь, пожалуйста, дорогие друзья. И вот сейчас прошел вот этот вот дискуссионный форум Валдай, на котором принимал участие глава государства Владимир Владимирович Путин. И он сказал, что конфликт на Украине не за территорией, а речь идет о новом мироустройстве. По словам Владимира Владимировича, у России нет интересов с точки зрения отвоевывания дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать Сибирь, Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее. Речь о принципах нового мироустройства, сказал глава государства. В общем, также Владимир Владимирович напомнил, что Россия не начинала войну в Донбассе, а пытается ее закончить. Этот конфликт идет в десятые годы, однако, по его словам, на Западе никто не плакал по погибшим от рук Киева детям. Опять дети, дети, дети. Ох, сколько же всего было сказано про детей. Но, дорогие друзья, давайте вернемся к Егору Титову, который на самом деле вот так несколько, скажем так, непатриотично выступил в интервью «Спорт-24». Надо убегать, если есть возможность, бежать как можно скорее, потому что у нас нет прогресса. И также Титов добавил, что если игрокам поступают приглашения от иностранных команд, нужно их принимать и пробовать себя там. Ранее с подобным же призывом выступил тренер сборной России Валерий Карпин, знаменитый Карпин. Это очень-очень печальные призывы, они как бы совершенно аполитичны, но в то же время это такая вот ножная демократия. Делают, голосуют ногами. И представьте себе, какое огромное количество талантливых спортсменов, умов, подчас гениальных умов покидает Россию. И знаете, я, пожалуй, снова назову это видео последний цветокос. Это не первый цветокос. Россию косили многожды. Россию косили во время Великой Октябрьской социалистической революции, после нее, когда огромное число людей России уезжало с родины. Россию косили и после, когда люди бежали. Те, кто мог бежать, бежали, уезжали, переплывали через Берингов пролив и так далее. И потом уезжали диссиденты. Некоторых диссидентов уезжали. Потом, 91-й год, открытие железного занавеса и еще больше народу бежало, бегом бежало. И вот, знаете, что, к сожалению, такая вот сокровищница, генетическая сокровищница нашей страны, не бездонная, она иссякает. И очень печально. Я понимаю, конечно, спортсменов, которым необходимо развиваться. У них век спортсмена короток. Это полтора-два десятилетия и все. И все, и все. А хочется развиться максимально, хочется добиться успехов. И вот. Ну, что ж, так вот оно и происходит. Печальная история. Что ж, и, знаете, вот запомнился мне вот тут Никол Пашинян, премьер-министр Армении, который сказал, что ради мира он готов, ради благополучия Армении он готов уйти в отставку. И если это необходимо, то немедленно. Вот это пример истинного лидерства, понимаете? Готовность взять и отдать власть. Есть с чем сравнить, есть куда посмотреть. Правда? Что ж, и напоследок очень интересное исследование провела группа международных исследователей-антропологов в попытке выяснить, как люди вышли из Африки, предки вот Homo sapiens, как они вышли из Африки и стали расселяться по Евразии. И были обнаружены различные следы от 100 тысяч лет тому назад до 84 тысяч лет тому назад. Люди действительно переходили из Африки и через Красное море и южным путем, и северным путем в благословенные земли Леванта. И шли они через Иорданскую долину, которая сегодня является гиблым местом. Там пересохшие русла рек, пустыня, ночью температура опускается до заморозков, а днем раскаляется. Воды нет. Но ученые выяснили, что в те времена там были цветущие долины, полноводные реки, и все было совершенно иначе. И знаете, что я добавлю, я рассматривал пустыню Сахара в видеоролике и увидел горы. Горы в этой пустыне прекрасные, интересные, красивые горы. И знаете, что я их вспомнил? Я никогда не был в тех краях, но я вспомнил эти горы словно бы из прошлой жизни. И там на этих горах проводились ритуалы служения Богу и богам. И знаете, все любят разные теории и считают их завиральными, но все же пустыня Сахара сейчас это полностью бесплодные земли, редкие оазисы и горы. А под пустыней Сахары огромный океан грунтовых вод. И представьте себе, что если мы не первая цивилизация Земли, не вторая даже, а может быть и не третья, и цивилизации развивались, достигали технического совершенства, много чего еще, но утыкались в цивилизационный, в социальный тупик, в общественный тупик, потому что ни одна из моделей общества не подходила. И так одна из цивилизаций, особенно развитая, взяла, элита этой цивилизации, взяла, оставив плебс на земле, свернула, как ковер, все богатые тогда прекрасные почвы Северной Африки, где сейчас пустыня Сахара, и улетела куда-то в другой мир обустраивать этот другой мир. Человечество перемещается постоянно. Мне очень печально, что так много людей уехало и продолжает уезжать из России, и противно слышать всю эту властную ложь. Достаточно вспомнить, посмотреть на даты, когда, что и кто начинал. А еще можно взять и послушать разные слова, которые они же сами говорили и раньше. Территориальный, геополитический, что это такое? Это какое-то мрачное безумие. Когда я слышу слово геополитика, меня охватывает дрожь ужаса. Хорошо, если оно звучит по РЕН-ТВ, но плохо, когда начинает урчать в совершенно других местах. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мою деятельность. И я хочу верить, что все-таки пройдут черные времена, и Россия будет счастливой, процветающей страной, которая будет развиваться, и где люди будут радоваться жизни. Что ж, и напоследок добавлю, что Европейская комиссия рассматривает возможность введения санкций против Азербайджана за ведение агрессивной войны захватнической в отношении Нагорного Карабаха. Доброго вечерочка!